Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин. Внезапное включение на моем канале, кто б думал, Каролина Риппер. От полутора миллионов до двух и двух миллионов сковелей. Юрий, который сейчас оператор, заказал вот эту дрянь, чтобы пытать, мучить и издеваться надо мной. Потому что я, типа, люблю острые и тоже это есть. Так вот, сегодня на свою многострадальную камеру я буду многострадать, видимо, своим лицом, съедая этот перчик. Один, не все. Вот. Вы заранее, пожалуйста, подпишитесь на канал, комментарии-то поставьте, лайк там, вот это вот, все дела. Вот. Видите, сухой из Шри-Ланки приехал. Пахнет вкусно, кстати. Я хочу маленькую взять. Вот эту. Давайте по ароматам. Первый нос. Деревенское сено. Деревенское сладковатое сено. Вот чем пахнет этот перец? Нет, это действительно так. Только эти понемки. Он не острый, так как-нибудь. Не пахнет не острым. Это даже не пахнет. Не вкусно. Да нет, почему? Ну, сено. Мне не вкусно. Ну, сено не обязательно должно быть вкусным, оно не обязано никому этим. Ну, че раз, в первый раз в жизни что-то больше миллионов. Хотя мы же орешки пробовали. Ничего не, господа. Неудобно, что он слишком сухой. Я бы не сказал, что он вкусный. Он на вкус, ой, на вкус. На аромат вот это сено, а на вкус это горечь. Ебаная, назовем это так. Острота уже приходит. Юр, давай я поговорю с тобой, не с камерой. Давай. У кого ты это заказывал? Какая-то женщина просто продает на ebay готовый сушеный Каролина Риппер. Это точно Каролина Риппер? Ну, указано как Каролина Риппер. Давайте почитаем. Фиксирует? Каролина Риппер Потс. Каролина Риппер Потс? Ну, типа перчики-сточки. Я чувствую, что я хочу екать. Ты можешь пока сравнивать с тем, что ты пробовал. Возможно, она еще не до конца доросла, но острота. Я так скажу. Я чувствую спазм, потому что я хочу екать. Вот помимо орешка, который был с капсаицином, это единственный перец, который вообще сразу заставляет меня екать. Хотя я не екаю, я прям сдерживаюсь. Все остальное, это достаточно терпимо. Сейчас погодите. Включим дикого парня. Короче, это не так остро, как казалось бы. Я не умираю. Да, острит. Сейчас прожигает где-то здесь. Во рту огонь. Дышать тяжело. Слезы. Как будто поднимает с температурой немного тремор. Но... Смотря на все видео в интернете, где съедают перцы вот эти Каролины Рипперы и потом умирают, такие все в судьяху. Господи, дайте мне молока, дайте мне мороженого, дайте мне запить. Хуйня собачья из-под коняк. Это просто острый перец, который поначалу горький и невкусный, хотя прикольно пахнет, а потом просто очень хорошо дает тебе в ебало огнем. Они в основном съедают свежий перец, не сушевый. Окей, но... Делал эксперимент с Равитом и, съедая его сухим, тоже получал хорошенечко остроты внутрь. Это острее, чем Равит? Да, но это не на порядок острее. По мне сейчас... Я, кстати, потею там очень сильно, я это компьютер. То, что он сушеный, скорее всего, да, он часть потерял. Вот. Если мы берем 1,5 плюс 2,5, это сколько будет? 3,7. 3,7 делим на 2, это сколько будет? 2,5. 4, 3,7. Ой, 2,5, у меня 2,2 в голове. 3,7 делим пополам. Это будет сколько? 1,7, да, грубо говоря? 1,75. И еще убираем сколько, потому что это сухое. Ну, где-то, ну, миллион с небольшим, я думаю, здесь будет. Допустим. Мы это не вырежем. Уже проходит. Ничего страшного я в этом не ощущаю. Едобно. Как приправа для чего-то, да, окей. Я думал, будет страшнее. Что ты скажешь про, ну, если Арсений это попробует? Мои зрители знают Арсений? Не знаю, но твой брат. Который тоже пробовал, ровит. Внезапное включение от Юры. Не, он заплачет. Вот. Ну, потому что отравит он, вроде бы, слезу пускал. Я не пускал. Здесь я пускаю слезу, я думаю, он пустит слезу более сильно. Не так страшно. Ожидания были страшнее. Короче, ребят, сразу скажу. По мне, себя, при употреблении этого перца, мерить не надо. Я вот сейчас это пробую и понимаю, опять же, с тем, что я знаю, как я смотрел, как пробуют острые, сухие, не сухие продукты другие, наши там блогеры, люди и так далее. Что-то как-то у них, это не мне камень, ой, не в огородный камень, не мне монетка в копилку. Ну, что-то там было, либо они слишком наиграны на эмоциях, чтобы вывести вас на лайки, либо я действительно слишком люблю капсоицин, и мне пиздец, как нравится это ощущение Женя. Если для вас табаско это уже остро, вот это вам будет охуеть как остро. Если для вас шерерачи это остро, это будет пиздец охуеть как остро. Если вы съедаете острый перец чили, который вам там долька попадается в харчо, это будет пиздец как остро. Но это терпимо, съедобно, конечно, возможно, со мной утром будут твориться интересные метаморфозы, я познаю Бога заново, вот. Не знаю, в общем, какой-то такой спонтанный контент, ваш блогер Дарила Рафти Андреевич до сих пор жив, хуй его даже этим проймешь. За это вы должны подписаться на канал Юра Сорокина, который снимает. А на моем канале поставить дизлайки, а все равно их никто не увидит, потому что Ютуб подключил эту функцию. И оставьте комментарий какой-нибудь там, я не знаю, типа, а мы ели не остро-то вообще, это лох-пидор, нет друзей, у меня есть друзья, а ты... Всем спасибо, всем дизлайк, кушайте вкусно, кушайте там, я не знаю, острое. А, самое главное, паскриптум. Если вы думаете, что острота нарушает ваш пищеварительный тракт, вы дурачок, потому что капсоицин в нормальных дозах, наоборот, помогает кишечнику правильно работать. А, да, говорит. А, все, я устал. Скажи пакетик еще раз. Давай, это превьюшечки, чем из-за... А-а-а-а. А как там пивник делает? Я кулинарный делал. А-а-а! И еще один как. Осталось все пивник даем.